Мои витания, китайские аудитории. Меня зовут Юлия Лутвиненко. Я витаю вас из Киева и витаю нашего гостя. Это уже традиционная наша вторничная встреча, встреча по вторгам. За киевским часом 19-го года, слава Украине и витания Кристианту Борововну. Константин Константинович, здравствуйте. Здравствуйте, герои славы. Я хотела бы сразу предложить вам обознать это событие, которое, по вашему мнению, имеет некоторое продолжение. Вот что, как вам кажется, новость с продолжением на этой неделе и на прошедшей? Что это было? Я бы сказал, отсутствие новости. Меня очень волнует ситуация с действиями Офиса Президента, который продолжает. Настойчиво взаимодействовать только с президентом Байденом, то есть с демократической партией, с социалистической, не понимая или не желая понимать, что это просто опасно для Украины. Украина проигрывает эту войну. Проигрывает ее, потому что ей не предоставляется в достаточной мере оружие, вооружение. В этих условиях надо было предпринимать какие-то дипломатические шаги. Ну, надо быть просто умным и хитрым для того, чтобы добиться изменения этой политики. Но Офис, к сожалению, сам Зеленский предпочитает делать вид, что все в порядке. Мне об этом, это не мое мнение, мне об этом говорят представители диаспоры. Вот завтра я с ними опять делаю интервью. Они добиваются, выходят в Вашингтоне, там несколько раз в неделю с требованием ленд-лиза. Это закон Соединенных Штатов, который сейчас не выполнен ни на один цент. Вот, и президент Байден сдерживает этот закон, сдерживает его выполнение. Дипломатические структуры, там посол Украины в Соединенных Штатах борются не с Байденом за этот закон, он борется с диаспорой, которая требует выполнения этого закона. Говоря, что все в порядке. Ну вот это главное событие, оно проявляется в очень многих моментах. Вынуждены повторить, там, это не преступление. Это больше, чем преступление, это ошибка. Ну, может быть, это некая такая осторожность, потому что, как вы помните, администрация президента Порошенко поддерживала Хилари Клинтон, будучи уверенными, что победит она, победил, как вы помните, Дональд Трамп. И тогда это тоже было, ну, такое прям роковое, роковое. Поэтому, может быть, как раз команда Зеленского пытается лавировать, но встреча российского лидера и лидера Китая, обещание Ирана поставлять оружие России, все эти события, и если вдруг Россия и Китай подпишутся некие договоренности о поставке китайских вооружений в Российскую Федерацию, может быть, это заставит наших союзников двигаться активнее по части поставки вооружений в Украину? Вы знаете, они считают, что они достаточно активно действуют. Цель, есть четко обозначенная цель, сформулированная на самом деле в самом начале войны, когда не удалось Украину целиком передать Путину, как Крым передать. Вот. Была сформулирована цель ограниченной поставки. Вы правы в том, что есть отговорки очень формальные, очень простые, что это может привести к расширению конфликта. Это уже привело, кстати, это может привести к исполнению шантажа Путина, применению тактического ядерного оружия. И это может вызвать сложный дезинтеграционный процесс в России в будущем, если Путин проиграет войну. Но абсолютно та же ситуация была с Ираком, понимаете? Ирак мог применить и применял химическое оружие, мог применить ядерное оружие, у него уже были бомбы. Вот. И это не помешало тогда республиканцам нормальной Америке остановить этот варварский режим, который применял газы, сотни, тысячи людей погибали от отравляющих газов. Ну, то есть дикость такая, знаете, примитивная очень. Вот. Проблема же в другом. Проблема в том, что вот эта социалистическая партия, они глобально преследуют совершенно иные цели. Они преследуют цели, которые родились в европейских структурах, поддержаны были социалистами Соединенных Штатов, многими общественными деятелями. Очень опасная тенденция. Тенденция, которая превращает Соединенные Штаты, ну, лидера свободного мира, со временем превратит, ну, в какое-то отсталое государство. Вот. И это опасно сегодня. Это самая главная проблема для Соединенных Штатов. Если социалисты останутся у власти, будет продолжаться пропагандистская кампания, бессоинственная, подлая, как всякая социалистическая пропагандистская кампания. Вот. Будет слабеть экономика. Там. Последний выброс – это вот инфляция 10%, ну, почти 10% в Соединенных Штатах. Когда валюта, когда доллар потерял статус мировой валюты, ну, фактически, вместо ААА валюта стала характеризоваться как АА+. Вот. Это очень серьезный сигнал для Соединенных Штатов. И кое-что удалось поправить, благодаря тому, что в Нижней парламенте оказались республиканцы, которые, ну, в какой-то степени ограничили демократов, социалистов в их безумных тратах. Вот. Но президент… Ну, вот мы видим на примере Украины. Нижняя палата, там, принимает двухпартийный закон, а ленд-лизи, то есть избранные народом депутаты, конгрессмены, сенаторы, принимают решение помогать Украине. А президент-социалист говорит, нет, у нас другие цели. И закон не действует. Константин Антонович, я вам должна сказать, что евро по отношению к доллару даже в Киеве дороже на сегодняшний день, между прочим. То есть европейская валюта стабильнее, чем американский доллар даже в Украине. Но что предпримут Соединенные Штаты вот на фоне, ну, абсолютно, на самом деле, кризиса, который мы сейчас наблюдаем? Есть, помимо ленд-лизи, который нуждается в пролонгации, в продлении, есть законопроект, который тоже нуждается в подписании Байдена, но пока не подписан. Это законопроект о безопасности в Черном море, в акватории Черного моря. Означает ли это, что подпишет ли он, во-первых, этот законопроект, и сможет ли таким образом Америка усилить безопасность в Черном море, потому что пока на сегодняшний день, ну, от Азовского моря пока Украина отрезана. Я надеюсь, что все равно контрнаступление в этой части будет успешным. На юге наши продвигаются достаточно интенсивно. Но то, что происходит с акваторией Черного моря, как вы думаете, войдут сюда корабли ВМС США? Примет Байден такое решение? Нет, конечно. Это основной, основополагающий принцип, сформулированный столетия назад, о свободе торговли, свободе судоходства. И Путин, вот этот варварский чекистский режим, пытается воздействовать именно на это, помешать. Шантаж – это же такая пиратская деятельность, очень типичная, значит. Были пираты, которые препятствовали вот этому свободному судоходству в 14, 15, 16 веке, 17 веке, даже в 20 веке. Мы с вами знаем о сомалийских пиратах. А для Путина это инструмент шантажа. Значит, не допустить свободу судоходства, контролировать ее. Контролировать уже от имени целого государства под названием Россия. Мы будем принимать решение, какие суда будут ходить. Там он не в состоянии контролировать Средиземное море. Но со временем такая возможность, видимо, может наступить. Он не в состоянии контролировать Черноморские проливы. Но со временем, путем шантажа, может добиться и этого. Байден не подписывает эти законы, потому что нынешняя администрация, Байден, его окружение находится в договорных отношениях с Путиным, с бандитами, с пиратами. И причины этого те же, которые я перечислил. Не допустить расширения конфликта, не допустить ядерной составляющей, не допустить дезинтеграции России. Но их еще пару десятков причин помельче, которые выдвигаются в качестве основания для такой политики. Но когда у власти не демократы, не социалисты, а республиканцы, Соединенные Штаты не придумывают отговорки, они действуют, как действовали в Ираке, как действовали в Югославии, как действовали в Сирии, когда это было необходимо, как действовали в Грузии, когда почти полностью аналогичные процессы начались, Путин вступил с войсками на территорию Грузии и был остановлен, и вышел с территории Грузии, не солонахлебавши. Ну, правда, там маленький кусочек откусил, но это уже при Сарказии и при демократической администрации в США. Вы думаете, что действительно Байден позволит Путину стать как-то хозяйствовать, как он любит это, вспомнил все время спор хозяйствующих сторон, субъекта хозяйствующих сторон, быть хозяином на европейском континенте? Вы думаете, что это может произойти? Да, это происходит уже, это происходит очень активно, Путин вмешивается в избирательный процесс в разных государствах Европы, участвует, подпитывает деструктивные силы. На самом деле, это открытие, которое сделал еще Владимир Буковский, оказалось, когда он получил доступ с помощью Александра Николаевича Яковлева к архивам ЦК КПСС, оказалось, что идея Европейского Союза, это идея, которая очень активно поддерживала ЦК КПСС, КГБ, принимались постановления, секретные, естественно. И это рассматривалось как путь сближения Европы и Советского Союза, империи советской, путь поменять направление развития Европы, направить ее в сторону такую социалистическую. Вы знаете, когда благодаря Брекзиту из этого колхоза освободилась Великобритания... Благодаря Терези Мэй, да. Она, кстати, не была из-за этого переизбрана, я помню. Мэй не была ведь из-за этого переизбрана. Во многом благодаря Владимиру Зеленскому это был выход из колхоза, опасного, социалистического, опасного для Великобритании. Великобритания, из-за этого она была не переизбрана, из-за другого, это неважно. Великобритании удалось вырваться из цепких объятий социалистов, в общем, потому что это мягкая форма социализма, то, что продвигает Европейский Союз, концепцию вот этого колхоза, коллективного, некоторого нового коллективного образования. И Великобритания сохранила благополучное направление развития, скажем так, осторожно. А в Европе, да, продолжаются тяжелые процессы, тяжелые переходные процессы, которые в будущем обещают большие проблемы для европейских государств. Проблемы такие, знаете, неявные, проблемы, связанные с ослаблением, экономическим, политическим ослаблением, входящих в Европейский Союз государств. Но это мы видим на примерах государств, где вводятся вот эти элементы социалистические, элементы регулирования. Они от них совершенно не хотят отказываться, требуют от Европейского Союза поддержки. Европейский Союз предоставляет, там, Испании, Греции эту поддержку. А они продолжают паразитировать. Это такая, знаете, болезнь, что ли, которую Европейский Союз, который не очень борется. А это значит, что эта болезнь будет распространена со временем на весь Европейский Союз. Хорошо, социализм как система миропорядка, мироустройства себя не оправдала, либерализм не оправдал. В таком смысле, какими будут лидеры глобального мира будущего и идеология будущего? Кто ее сформулирует, по вашему мнению? Что это может быть? Ну, вы тоже там, либерализм не оправдал. Вы сказали, что теперь не либерал. Вы сказали, что вы теперь, напомните нашим зрителям. Нет, это, понимаете, эвфемизм для социалистов Соединенных Штатов. Они не любят, когда их называют социалистами. Половина в демократической партии выступает за социалистические преобразования. Прямо за социализм. Но они не любят, потому что это, ну, вот в Соединенных Штатах немодный термин социализм, социалист. Приходится оправдываться, даже марксист Берни Сандерс говорит о том, что мы не за всякий социализм, мы только за социализм шведского типа. При этом у шведов волосы встают дымом, когда они вспоминают тот короткий период, когда их государство чуть было не сделали социалистическим. Демократы Соединенных Штатов, они любят, чтобы их называли прогрессистами, не социалистами. Ну, то же самое в европейских государствах. Социализм – это же ведь опыт человечества, который показал, что нигде в мире, нигде, где начинались социалистические преобразования, не было успеха. Это всегда приводило к бедности, ну, иногда это приводило к пропагандистской кампании тяжелой, а потом к ГУЛАГу, как вот в Советском Союзе. Иногда ГУЛАГ раньше пропагандистской кампании наступал, как к Камбучи или на Кубе. Но результат всегда один – бедность беспросветная и экономический, политический, психологический неуспех, агрессивность. Главные, кто при этом страдал – граждане страны. Понимаете, они становились бедными. Но вот сейчас социалисты у власти кусочком, социалисты у власти в Соединенных Штатах. И инфляция вдруг. Исполнение вроде как каких-то позитивных программ, программа продвижения инфраструктурных каких-то проектов. Триллионы долларов. И вдруг инфляция безумная. Там 9,4%. 10% почти. Инфляция не потому, что эти проекты триллионные. Они не приводят к ожидаемой прибыли, стабилизации экономической деятельности. Они наносят ущерб государству. И порождают безумную коррупцию. Безумную. Социалисты этим – это свойства социалистов. Они эту коррупцию разводят умышленно. И благодаря этой коррупции, благодаря коррупции, но в широком смысле слова, существует пропагандистская кампания во всем мире, продвигающая ценности вот этого социализма. Президент Соединенных Штатов, которого отцы-основатели научили говорить о системе равных возможностей. Это же основополагающий, так сказать, принцип США. Равные возможности для всех граждан. Вдруг начинает говорить Джо Байден не о равных возможностях, а о равенстве. Равенство в этом коммунистическом, социалистическом смысле. Это катастрофа. А вы считаете, что в этой ситуации Дональд Трамп будет прекрасным кризисным менеджером? Вот вы искренне верите в его победу? Ну, во-первых, он уже выступил в качестве кризисного менеджера с 2016 по 2020 год. Были приняты решения, которые оздоровили экономику и укрепили доллар, и укрепили отношения Соединенных Штатов со всем миром. Решение о выводе войск из Афганистана принимал Дональд Трамп. Реализовывал это решение Джо Байден, поэтому такая рукожелая реализация получилась. Решение об укреплении валюты, решение о взаимношении с европейцами. Дональд Трамп четко сказал, это было до войны, то европейцам ситуация развивается в опасном направлении. Многие европейские государства перестали думать о собственной безопасности. Есть решение, напомнил он, самих европейцев об отчислении 2% от ВВП каждого государства на развитие систем безопасности, вооружений, военный бюджет. И они завыли тогда, начали кричать, что вот Соединенные Штаты уходят из Европы, но они не уходили из Европы. Это был призыв к взрывомыслию. Сегодня в результате вот этой бездумной политики европейцев 80% подставляемого оружия в Украину. Это оружие Соединенных Штатов. При том, что некоторые государства отчаянные попытки помочь Украине передают, там как Швеция, 30% своих вооружений. 30%. Не 2%, 30%. Польша, там, 10%. Страны Балтии на том же уровне. Почему? Да потому, что был период, когда вообще не тратили. И Байден во время первого своего визита в Европу, он сказал, вот, Соединенные Штаты возвращаются в Европу. Это было перед самой войной. Если бы тогда принимались решения о повышении боеспособности европейцев, но сейчас была бы совершенно другая ситуация. Понимаете? И помощь Украине была бы лучше, надежнее, больше. Вот. Но вот, так что Трамп, действительно, вы правы, он выступает в качестве, выступал в качестве кризисного менеджера. Ну и вообще, республиканцы, традиционалисты, консерваторы, они защищают во всем мире не свои личные интересы, а вот эту систему ценностей развитого сообщества, демократического Запада. И делали это всегда, и, я надеюсь, будут делать в будущем, а социалисты, ну, как-то отойдут от власти. Мирным путем, потому что переходный процесс на европейском континенте, связанный с отстранением социалистов от власти, если он примет, ну, какой-то вооруженный, революционный характер, то мало никому не покажется. Но принято думать, что Трамп, ввиду того, что он все-таки бизнесмен, а не профессиональный политик, что он мало что сделает по части перехода вот из общества потребления к обществу созидания. Мы так взрастили вот эту потребительскую культуру и теперь поняли, что на самом деле будущее за технологиями, за новыми разработками. В связи с чем я задам вам вопрос. Трамп будет поддерживать вот эту идеологию развития или потребляй и властвуй? Что он может предложить Америке? Девиз, под которым он пришел в Белый дом, в прошлый раз звучал, как «сделаем Америку великой снова». Да, хотелось бы узнать, а какой его политика будет по отношению не только к Америке, но и к Российской Федерации, к империи, которая тоже должна будет принять решение. А у империи, как мы знаем, два варианта. Она или растет, или умирает. «Сделаем Америку великой опять». «Опять сделаем Великой Америку». Да, это лозунг республиканской партии. Это лозунг, который позволяет Соединенным Штатам опять стать лидерами западного мира, не лидерами этих завиральных социалистических идей, а лидерами в полной мере экономическими, политическими, моральными лидерами. То, о чем вы говорите, вот общество потребления, общество созидания. Соединенные Штаты были обществом созидания. 80% нобелевских лауреатов были Соединенных Штатов. Это общество, которое развивало человечество, науку, культуру. Вот. А то, о чем вы говорите, это из области пропаганды. Забота о человеке. Ну, вспоминаются, знаете, сразу установки советские. «Все для человека», «Все во имя человека». Ну, я помню, такие лозунги висели на домах. А в это же самое время люди, которые боролись за свободу, их арестовывали, сажали в тюрьму. Так что недаром появился этот анекдот известный, что вот лозунг «Все для человека», «Все во имя человека», что все даже знают, о каком человеке идет речь. Тогда эта речь шла о Леониде Ильиче Брежневе. То, о чем вы говорите, это пропагандистские установки, всеобщее счастье. Всеобщее счастье – это не лозунг, это не цель, так сказать, заявленная. Смотрите, то, о чем я говорю, это условно Илон Маск против Дональда Трампа. Я вот про таких лидеров нового времени. Не кажется ли вам, что Трамп – это немножко тоже в некотором смысле уходящая натура? Я за то, чтобы появились новые лидеры. Возможно, они будут делать ошибки и переживут поражение не одно. Вот у меня, кстати, нет вероятности, что Зеленский будет переизбран в случае проведения в следующем году выборов. Но, тем не менее, где эти новые лидеры? Вот как вы считаете? Вот что они могут предложить миру? Потому что я должна сказать, что в Украине, кстати, и политических-то партий, идеологического толка нет. Есть лидерские партии. То есть есть лидер, есть там Тимошенко, Порошенко. И годами симпатизировала публика им. И, значит, даже никто не читал эти программы, никто не понимал, а что вообще они будут создавать, что они будут строить, какую экономическую модель они предложат своим государствам. Ну, просто так же, как фан-клуб. Фан-клуб Порошенко, фан-клуб Тимошенко, фан-клуб Зеленского. Вот, значит, электорат выбирал своих кумиров. Поэтому мне интересно, будут и дальше побеждать лидеры или звезды, как в Америке? Да, ведь Трамп ведь, несомненно, звезда. Или все-таки важна идеология, формула развития, формула будущего для государства? Знаете, в российской пропагандистской компании очень сильны, простите, такого рода установки, что мы ничего нового не делаем, говорят чекисты. Ну вот коррупция была в России, ну, чуть-чуть увеличилось там. То, что они украли целую страну, это там, ну, чуть-чуть увеличилось. Войны были, ну, чуть-чуть там интенсивнее стало. Ну, преследование инакомыслящих, оно было и в Советском Союзе, и в России, ну, у нас чуть интенсивнее. Это пропагандистские установки, понимаете, когда вы говорите о Трампе, как о лидере, о лидерской модели, ну, и сравниваете его с Путиным. Ну, вот это была пропагандистская установка демократической модели. Я его, как раз, сравниваю с Илоном Маском. В общем, я его сравниваю с Илоном Маском. Я говорю, что если бы баллотировался Илон Маск, то Маск победил бы Трампа. Вот я о чем говорю, Константин Анатольевич. Маск – союзник Трампа. Дональда Трампа, социалисты, заткнули рот, его исключили, ему запретили в Твиттере, на его аккаунте, где было подписанных там несколько десятков миллионов или там больше сотни миллионов, я уже не помню. Мы просто закрыли этот аккаунт. Маск выкупил эту всю систему и пытается развивать свободу слова, которая сегодня в значительной мере усилиями социалистов запрещена в Соединенных Штатах. Понимаете? И это не противостоящие друг другу концепции Маск и Трамп. Это одно и то же. И когда Трамп открыл, восстановил свой аккаунт в Твиттере, который теперь называется «Экс», Маск очень радовался этому. Это одна и та же концепция. Концепция свободного развития государства. Для нас, людей, которые хотят благополучия миру, которые не хотят продолжения экспериментов социалистических, сегодня победа Маска, возвращение во власть республиканской партии, это единственная надежда прекращения доминирования социалистов, в том числе и в мировой политике, экономике, которая сегодня становится просто каждый день хуже и хуже. и политические решения, связанные с поддержкой авторитарных режимов в России, в Венесуэле, в других местах. Вот это политика социалистов. Они любят авторитарные режимы. Понимаете? Маск и Трамп борются за свободу слова и довольно успешно. И очень надеюсь, что на следующих выборах к власти придут республиканцы, и ситуация, ну, радикально изменится. Может быть, и противоположная. Может быть, это не произойдет. Может быть, фальсификация на выборах, как в 2020 году, будет такой, что она перекроет победу республиканцев. Ну, тогда нас ждет очень печальное будущее. И тогда для Украины, кстати говоря, вот эта война может закончиться не частью там Украины, оккупированной России, а всей Украины, оккупированной России. Вполне возможный вариант, если у власти останется демократическая партия США. А что, вот, как вы полагаете, ведь выборы пройдут и в России. Вот, я слышала мнение некоторых политтехнологов, которые находятся в эмиграции, о том, что они бы дали только один совет Путину найти хотя бы преемника. Ну, то есть, никак не, они слабо верят в этот сценарий, но советы такие дают. Вот я вижу, кстати, упомянутая вами Швеция, правительство Швеции изучает возможность передать Киеву истребители Гриппен. Если вдруг наши европейские союзники, не дожидаясь выполнения ленд-лиза американцами, нашкребут, по сусекам нашкребут, значит, необходимое оружие. И, например, я не знаю, Крым будет все-таки взят в облогу, потому что военные говорят, что есть возможность взять его в кольцо, но так он строит себе облогу Крыма. И тогда, когда же президент Зеленский говорил о том, что насколько мы на границу с Крымом выйдем, возможен какой-то переговорный процесс. А что эти процессы в театре боевых действий означают и для внутренних процессов в России, как вы считаете? Ничего. В России авторитарный режим, никаких выборов давно нету, идеи, связанные с преемниками, ну, это какие-то глупые, завиральные идеи. Все разрушается, вся пирамида власти разрушается, если на вершине этой власти не будет Путина, начинаются сложные переходные процессы, которые не выгодны окружению Путина. Вот, не выгодно самому Путину, окружению Путина. Вот, и это очень опасно для авторитарного режима. Я не знаю, какая модель развития станет доминирующей, похожая на то, что произошло после смерти Сталина, или похожая на то, что произошло после смерти Брежнева, Андропова и Черненко. Вот, но переходной процесс. В этом переходном процессе окружение Путина потеряет власть, потеряет огромные ресурсы. Чекисты, которые считают Россию своей собственностью, потеряют ее и потеряют ресурсы, которыми они сегодня управляют. Сделаны огромные запасы, в том числе в западной экономике, которые они собираются использовать для контроля над миром, речь идет о триллионах долларов. Продолжается пропагандистская кампания, она будет вестись, я думаю, что даже после отстранения разными способами Путина от власти, после его возможной смерти. Они не собираются уходить с политической сцены. Они сегодня обдумают, это проявляется в разных пропагандистских кампаниях. У них много экспертов, да, экспертов очень хороших. Они планируют будущее свое, им не хочется, так сказать, исчезать без следа. Вот это будущее, в котором они хотят занимать доминирующее положение. Это будущее будет опасно именно этим, доминирующим положением вот этих отходящих от власти чекистов. Но у них же нет молодежного крыла, Константин Натальевич. Они, говоря языком кинематографистов, уходящая натура. Не думаю. Я думаю, что у них есть молодежное крыло, а у них есть сам Путин. Это же смена поколений в 99-м, 2000-м году. Это же была конкуренция не концепции коммунистической или либеральной, либертарианской. Это была концепция двух групп чекистов, чекистов старых, их представлял Примаков, и чекистов молодых, их представлял Путин. Вот, победили молодые чекисты, могли победить старики, но они слишком слабые уже были, консервативные. Новая генерация чекистов появляется, проявляется в разных формах, я их наблюдаю, в том числе за границей. Они активно участвуют в пропагандистской кампании, работают с оппозицией, имитируют оппозицию, имитируют оппозиционную деятельность на Западе, тоже огромное количество экспертов, которые делают вид, что они оппозиционеры. На самом деле, это просто, ну вот, следующая генерация чекистов. Как говорится, как любят говорить в кино, на самом интересном месте. Константин Антонович, я вас прерву, и с называния имен этих юных чекистов мы начнем в следующий раз к нашей встрече. Спасибо огромное за возможность услышать вашу точку зрения, спасибо нашей аудитории за внимание и доверие, на этот раз наше время истекло, но мы встретимся через неделю ровно в это же время. Спасибо и до скорой встречи. Субтитры Субтитры Субтитры